Добрый вечер, уважаемые телезрители. Хочу представить нашего гостя Александра Дмитриевич, председатель Центра социальных инициатив и развития. Организация, которую он представляет, занимается, ну если так, совсем примитивно просто сказать, в принципе, это волонтерская деятельность. Но дело в том, что опыт, который за плечами у Александра и его коллег, достаточно большой, потому что они работали уже на протяжении многих лет, они работали с нашими моряками, которые попадали в плен пиратам. Вот эти события мы помним, и, в общем-то, они всколыхнули тогда и всю Одессу, и не только Одессу, а вообще всю нашу страну. То есть вы нарабатывали многие вещи, начиная оттуда, ну и сегодня нашли, так сказать, уже возможность, так сказать, реализовать ваш опыт накопленный вот в те, так сказать, рамки, которые возникли вот сегодня в связи с событиями, которые подходит в нашей стране. Не только наш опыт, но и международный опыт, потому что программа сама по себе является международной, и мы поддерживаем не только украинских моряков, но и моряков по всему миру. К несчастью, просто наши моряки находятся на третьем месте из числа пострадавших. И в рамках нашей деятельности мы занимаемся не только поддержкой моряков и членов их семей, но и обучением волонтеров или обучением тех организаций, которые занимаются поддержкой моряков. То есть занимаемся обучением основам поддержки людей. Это некое такое поле прикладной психологии или кризисной психологии. И имея этот опыт и эти наработки, и принимая во внимание события, происходящие в Украине, ну было бы откровенно неправильным, чтобы это все пылилось на полке или применялось только в отношении к морякам. Ну давайте все-таки немножко вернемся назад, вернемся к морякам. Вот кто деятельностью, которой вы занимались вот до печальных событий, которые вот уже будут происходить в нашей стране. То есть вы занимались не только, констатируя, так сказать, определенные вещи, там, ну вот те, так сказать, страдания, которые перенесли моряки, и те психологические кризисы, в которые они попадали. Но вы же и, так сказать, старались каким-то образом предвосхитить эти события, то есть подготовить их к тому, в чем они, к сожалению, могут оказаться. Да, это так. И в рамках деятельности международной программы у нас есть так называемый курс по подготовке экипажей, курс по подготовке судоходных компаний, потому что захват моряков является кризисом не только для самих моряков и членов их семей, но и для компаний, и для всего сообщества, да и для города, из которого они происходят, да, моряки и страны в целом. Поэтому у нас есть целый ряд курсов, целый ряд тренингов, да, и эти курсы и тренинги мы попытались положить в основу вот нашей нынешней деятельности. А не было такой возможности, ну, желание, я понимаю, что наверняка было, но такой возможности каким-то образом повлиять на международные правовые какие-то, так сказать, нормы, акты для того, чтобы защитить моряков, ну, во всяком случае, ну, не знаю, чтобы было разрешение на какое-то оружие, потому что, ну, знаю, что вот многие наши моряки, они отбивались просто из бронзбойтов, да, они вот пуляли водой, вот, и сбивали этих вот пиратов, а стрелять нельзя. Там, по-моему, единственный пистолет только у командира и все. Ну, хочется сразу отметить, что программа, я упомянул, является международная, президент нашей программы является главой контактной группы ООН по вопросам самалийского пиратства, да, и эта контактная группа рассматривает проблему пиратства не только с точки гуманитарной проблематики, но и с точки зрения правовых аспектов. Поэтому на разных уровнях различные международные организации занимаются правовыми аспектами. Наша же задача — это поддержка моряков и членов семьи в последствии травмы, да, или в кризисных ситуациях. Что касается вооружения экипажей, на самом деле это, простите, несколько примитивный подход, потому что даже если бы можно было с юридической точки зрения вооружить моряков, остался бы нерешенным один основной вопрос — кто будет стрелять и в кого, и что потом делать с этими людьми. Я имею в виду с тем человеком, который, будем говорить, в зоне видимости убил врага. То есть это глубочайшая травма в том числе. И самый главный момент. Моряк гражданского судна, его задачей является довести груз из пункта А в пункт Б, но ни в коем случае не заниматься военной деятельностью, то есть не отбивать судно от нападения пиратов. Ну тут самооборона, в общем-то, больше таким образом можно обозвать. Но для этого, наверное, существует действительно военный флот, и американский флот в том числе приходили сюда, и они там, так сказать, курсировали, каким-то образом осуществляли какой-то контроль. Вот, ясно. И помимо того, что... То есть я так понимаю, что вы структурно входили вот в эту международную организацию? Мы входим туда, вы туда входите структурно. Я являюсь региональным директором в странах Восточной Европы, этой программы. Даже в странах Восточной Европы, не только в Украине. И в рамках этой деятельности мы поддерживали как российских моряков, румынских, грузинских, украинских, турецких, в общем-то, да и греческих. А эта, так сказать, задача была и остается моего офиса, и есть такой же самый офис в Индии и на Филиппинах. То есть мы охватываем, по большому счету, весь мир. А процедуры переговоров с пиратами для того, чтобы освободить пленных, это тоже входит в ваши функции, или этим занимаются другие международные организации? И да, и нет. Объясню, с чем это связано. Когда мы смотрим кино и речь идет о захвате авиалайнера, мы знаем, что авиалайнер летит из одной страны в другую, и на борту есть, так сказать, граждане определенных национальностей. Поэтому переговоры являются прерогативой действия одной из сторон конфликта, будем так говорить, то есть кому принадлежит авиалайнер. Соответственно, и там включаются спецслужбы этой страны. Когда мы говорим о захвате судна, обычно это судно под офшорным флагом, принадлежащее какому-то судовладельцу, происходящему из определенной страны. На борту судна находится груз, принадлежащий третьей стране, и смешанный экипаж. Поэтому очень сложно отнести или понять, чья это ответственность. И выкуп за моряков или переговоры о выкупе, это по сути все на усмотрение судовладельца. Соответственно, он нанимает частные компании переговорные. Переговорщики это обычно люди с военным опытом, то есть военные переговорщики. И они, собственно, и ведут эти переговоры с пиратами. История знает случай, что все эти владельцы судовых компаний, эти владельцы судов, они иногда неактивно шли на переговоры. То есть их надо было подталкивать к этому, каким-то образом подвигать. Да, но нет юридических оснований для того, чтобы их подталкивать. Потому что никого невозможно заставить заплатить выкуп за людей. То есть это уже предмет морально-этической стороны, к сожалению. Ясненько. Ну и вот используя этот опыт, много лет вы занимаетесь вот этой деятельностью? Программа начала свою деятельность в 2009 году. То есть в следующем году 6 лет. 6 лет уже будет, да. И вот это используя ваш опыт, конечно, вы правильно сказали, он не может лежать, пылиться на полке. Сегодня ситуация такая в стране, что как раз ваш этот опыт и достаточно должен хорошо пригодиться. Потому что те ребята, волонтеры, которые сегодня начали работу, и действительно ни с кем поклонны, и честь и хвала вообще нашим гражданам. Вот знаете, действительно было бы счастье да не счастье помогло. Сплотило так нашу страну. И действительно, если бы не волонтеры, то я не знаю, где бы сейчас были уже российские танки, и гаупицы, и катюши. Но многие начинают эту работу просто с чистого листа. Они многого не знают. Они иногда, может быть, каким-то образом, методом пробуя ошибок, набивая шишки, они наконец приходят к какому-то руслу, в котором действительно надо работать. То здесь, наверное, и нужен ваш опыт для того, чтобы поделиться именно с ребятами. Есть ли такая возможность, есть ли такие инструменты, какие организации, через которые можно было бы распространять опыт? Я немножко расскажу о предыстории, как возникла такая идея. Со мной связались мои коллеги, которые волонтерили, как сейчас принято говорить. И они отметили необходимость и нужду в поддержке бойцов, которые находились на тот момент в госпитале. По роду своей деятельности я, естественно, связан с психологами, в том числе с МЧС. И задал вопрос, есть ли специалисты, которые могут поддержать или обучить волонтеров в основном этой деятельности. На тот момент не было ни наработок, ни тренингов на эту тему. То есть желание у людей есть, даже действие определенное есть от групп волонтеров. Но как это делать, как правильно, как бы не было такого глубокого понимания. Ну и мы взяли на себя инициативу с коллегами и провели несколько круглых столов. На первом круглом столе мы презентовали так называемую правильную практику по работе с экипажами и начали ее адаптировать к нашим нынешним условиям. То есть условиям Украины, к нашей специфике, к нашему менталитету. Я очень надеюсь, что в ближайшие месяцы будет готова так называемая правильная практика по работе с волонтерами, по работе волонтеров с переживающими кризисные события. И я очень надеюсь, что она будет востребована, и люди будут понимать основы поддержки. Основы гуманитарной поддержки переживающих. Почему я использую странное слово «переживающие»? Мы умышленно не говорим слово «пострадавшие». Потому что пострадавшие — это оценочное осуждение. Мы пытаемся его избегать по той причине, что многие люди, будь то временные переселенцы или бойцы, они получили опыт. Позитивный или негативный, сложно говорить, они получили опыт, и многие из них становятся сильнее. Это главный постулат. В работе волонтеров часто, наверное, они часто сталкиваются с тем, что люди могут осуждать их деятельность. Даже те люди, к которым они пытаются помочь, они, может быть, не всегда сами готовы к тому, чтобы понять, а что нужно конкретно вот этим людям. И могут возникать различные конфликтные ситуации в этом отношении. Как избегать этих конфликтов? Как готовить волонтеров к тому, чтобы они так четко адаптировались и понимали, то, что они делают, они делают хорошо. Но вот как это делать? В основе правильной практики на море есть целый ряд рекомендаций по управлению конфликтом. В нашем случае мы, кроме того, что используем правильную практику, упомянутую, то есть правильную практику для морской отрасли, нам активно помогает Одесская группа медиации и примирения, где работают опытные конфликтологи, и они готовы дать целый блок волонтерам во время курса, во время тренингов. Они являются практиками. То есть это группа, которая работала в том числе в разных точках и сейчас пытается нащупать тот путь у нас в городе для того, чтобы как минимум смягчить конфликт, конфликтную ситуацию, которая сегодня присутствует в обществе. Дело в том, что до них еще и достучаться надо, до наших волонтеров. Они же люди, как правило, люди со своей гражданской позиции, люди со своими совершенно четкими, оценочными какими-то вещами, взглядами на жизнь, они же ведь, их никто не принуждает, так сказать, идти работать. Люди вот по совести своей, вот они вот такие вот, и они хотят себя реализовать в этом, они не могут стоять в стороне, они должны быть в гуще вот этих событий. В Одессе существует такая фраза, не учите меня жить. То есть они знают, что им надо делать, что вы будете нам там учить, там конфликт идеологии, ребята, мы помогаем армии, мы помогаем переселенцам, мы помогаем деткам и так далее. Вот как достучаться до них, чтобы все-таки их вообще, есть ли существует такая возможность действительно как-то координировать их и собирать вот действительно вот эти круглые столы, откликаются ли они или все-таки какой-то доля неприятия есть? Фраза интересная и мне знакома эта позиция, но она является яркой и сильной до тех пор, пока человек не сталкивается с какими-то проблемами. В основе любой помощи лежит потребность, то есть невозможно помочь тому, кто этого не хочет. Вначале был сформирован запрос от самих волонтеров, поэтому они охотно идут на контакт, они охотно участвуют в круглых столах, семинарах, они общаются между собой, они делятся опытом, они делятся знаниями между собой, они как губка впитывают нечто новое, если находят это полезным. Поэтому практики, те, которые работают, как мы говорим, в поле, они с удовольствием идут на контакт, и я не наблюдал ни разу отторжения. Ну и потом, наверное, у вас есть определенные тренинги, которые вот вы им просто на этих тренингах показывали, собственно, что содержит та методика, которую вы распространяете, что вот эти тренинги, они позволяют, так сказать, обнаружить, собственно, колесо, где собака зарыта. Александр, предмет состоит в том, что мы не идем к школьникам или не идем к студентам, которые не имеют, ну, к примеру, опыта. Мы идем к тем людям, которые имеют уже свой определенный опыт, и мы делимся, мы занимаемся обменом опыта. Они с нами чем-то делятся, мы им что-то рассказываем, и в итоге выстраивается некая, ну, более или менее цельная структура, цельный тренинг. Вот это путь. Мы не пытаемся научить, мы пытаемся поделиться. Вот это вот наш путь. Ну и, наверное, каким-то образом подвинуть их к тому, чтобы не только, так сказать, ну, сорви голова, так сказать, участвовать в этих всех процессах, но уметь еще по ходу этого процесса посмотреть на себя со стороны, проанализировать, вот, а, собственно, как у меня это все происходит, а как сделать так, чтобы это было лучше, чтобы, так сказать, распространять какие-то... Ну, конечно, самокритика очень важна в любой работе, да, а волонтерство сейчас становится индустрией в Украине, в хорошем смысле этого слова. То есть оно приобрело некий массовый характер, люди хотят и помогают другим. На самом деле, на мой взгляд, это индикатор некого выздоровления общества, когда мы перестали ждать от власти или от правительства, или от других, но мы берем инициативу в свои руки, мы делаем. Ну, это иногда может быть даже просто безвыходность, потому что, а иначе как? А иначе никак просто. У нас, вот, помимо волонтеров, у нас же существуют просто обыкновенные, как говорится, пересечные хромодиане, да, наши обыкновенные граждане, которые, в общем-то, они тоже живут, окруженные вот этой информационной совершенно сумасшедшей войной, они видят каждый день в новостях кровь, и они слышат все эти сводки с фронтов, и люди тоже, в общем-то, многие переживают, причем, как правило, человек, окруженный вот таким негативом, он, как правило, замыкается, он не идет на контакт. Ну, иногда все-таки какой-то выпуск должен быть, там собираются какие-то митинги, люди собрались, покричали, не слушая оппонента, пообзывали друг друга, повесили, так сказать, друг на друга, так сказать, всякие, так сказать, свои соображения по поводу того, кем является этот человек, вот, и потом опять каждый идет в свою раковинку, вот, с обществом как быть, вот, что с обществом происходит, и вообще, есть ли люди, которые работают? Ну, я вижу один путь, то есть, донесение основ цивилизованного диалога, то есть, действительно, у нас почему-то под понятием диалог воспринимают все, что угодно, митинги, дебаты, прения и так далее, но самого диалога как такового мы в чистом виде нигде не встречаем. Есть потрясающая шутка, причем давняя, уже десятка-два лет, одного моего знакомого с истерика, говорит, монолог — это диалог льва и зайца, то есть, у нас вот в основном происходят монологи, а действительно, хотя правильно говорят, что Одесса — самый толерантный город, вот Одесситы — самые спокойные и равновешенные люди, но все равно кто-то пытается раскачать эту лодку, и вот здесь нужно, наверное, этому каким-то образом противостоять. Ну, если вы обращаете внимание, все телешоу, которые идут на наших каналах, они как раз культивируют дебаты, прения, то есть, скандал в чистом виде. Вы можете вспомнить хоть одно телешоу, где действительно культивируется диалог? Где люди, людям дают возможность высказаться, и другая сторона выслушивает. Ну, в всяком случае, в этой студии это происходит. Да, и спасибо вам за это. Ну, не напрашивался. Да, кстати, уважаемые зрители, вы, может быть, нас заслушались, но мы в прямом эфире, вы можете позвонить и подключиться к нашему разговору 837-7310, видите, в уголочке номер телефона. Так что, пожалуйста, звоните, высказывайте свое мнение. Итак, диалог. Ну, каким образом, как преодолеть вот это нетерпение, вот эту вот нетерпимость как к оппоненту? Потому что, ну, накручено за этот год очень много вот в душах и сердцах людей. Вот, и уговаривать их, успокаивать. Как это может, и кто это может делать? Это очень тонкая грань, на самом деле. То есть, с точки зрения политических событий, с точки зрения войны, наверное, одной стороне слишком трудно принять позицию другой. Но, как минимум, мы должны научиться признавать, что может быть другое мнение, или, точнее, оно есть, это факт. Мы можем с ним не соглашаться. И, на самом деле, основа диалога конструктивного состоит в том, что необязательно принимать мнение. Можно, не принимая мнение, сосуществовать. Да, мы должны быть нетерпимы к терроризму. Да, мы должны быть нетерпимы к каким-то попыткам уничтожения нас самих. Но при этом мы должны оставаться терпимыми к некому альтернативному мнению. То есть, мы должны научиться не только слушать, но слышать для того, чтобы уметь оппонировать. Вы взяли слова из моей составки просто. Недавно такая ситуация была очень курьезная, грустная. Один футболист, видимо, полупрофессионал, смотрел клуб не первых лиг. Но, короче, один футболист был замечен тем, что он сначала поиграл в израильской лиге за какой-то клуб, и параллельно выступал за какой-то палестинский клуб. Ну, часто же бывает, покупают игроков в разной лиге, даже в скотинском уровне. И когда его в этом уличили, его, значит, местная федерация, он, по-моему, израильтянин вообще по гражданству, его на 99 лет лишили права играть в футбол. Это я к чему? Вот существуют конфликтные точки по земному шару, причем это не точки, там достаточно, так сказать, пространные такие очаги. Это мы знаем Африку, мы знаем Ближний Восток. И вот эта международная организация, которая занимается вот этими точками, наверняка, во-первых, они там работают, во-вторых, они накапливают определенный опыт, с которым потом, не знаю, они наверняка же делятся с вами, да. Но насколько этот опыт, он приемлем для того, чтобы использовать в наших условиях? Не так давно у нас проходила совместная работа группы медиации и примирения и Берлинского института медиации. И там действительно были практики, которые работали в различных точках земного шара, начиная от Непала, включая Афганистан, Африку и бывшую Югославию. И они показывали модель, которую можно использовать, и они используют в различных точках. При этом, безусловно, каждая страна имеет свои особенности. Там же суть конфликтов и религиозные есть, есть, так сказать, какие-то клановые там еще. Но модель… Ну, изначально существует одно правило. Диалог возможен только в том случае, когда с одной и с другой стороны есть готовность его вести. Но, как ни странно, какую бы страну мы ни взяли и горячую точку, какую бы мы ни взяли, на каком-то этапе люди приходят к пониманию необходимости сосуществования. И очень плохо, если они приходят к этому пониманию тогда, когда уже за спиной десятки или сотни или тысячи убитых, гораздо лучше, если этот процесс диалога устанавливается и запускается раньше, да, на упреждение. Я слышал скептические, скептическое отношение и восклицание типа «Украина — это совершенно другая страна, мы совершенно особенная нация». Да, наверное. Но это не означает, что мы должны отмахнуться и довести себя до той стадии, когда мы сядем за стол диалогов, потому что устали друг друга убивать. Гораздо лучше, мудрее, если диалоги… А в Одессе формируется так называемая культура диалогов и существуют уже диалоговые площадки, начнутся раньше. Одесса — очень толерантный город. И, наверное, по этой причине сюда очень большое количество временно переселенных лиц приехало. Мы говорим «беженцы», с юридической точки зрения они называются временно переселенные лица. И, по-моему, по количеству волонтерских организаций тоже в Одессе, по-моему, наибольшее число, если сравнивать с другими регионами. Да, очень многонациональный город, где исторически мы терпимо относимся ко всем нациям, национальностям, религиозным группам. Но это особенность, этим надо гордиться, поэтому Одесса, как пример, может… Или Одесса может послужить примером подобных диалоговых площадок. Как вы думаете, вот понимание того, что нужно все-таки уже переходить к диалогам с противоотборствующей стороны, со стороны ДНР, ЛНР, они когда-то вызрюют? Или, ну не знаю, глядя на эти лица, и, так сказать, видя, так сказать, их выступления там, ютюбовские и так далее, очень большие сомнения, что они, по-моему, пока не поуничтожают огромное количество людей или их не уничтожают? Уточните, когда я говорю о диалогах, я говорю о диалогах в рамках Одессы на данном этапе, и это то, что я могу помочь реализовать. Я не говорю о диалоге с ЛНР, ДНР. Это, вероятнее всего, политический диалог высшего уровня. То есть это вот эти встречи в Минске, да? Да, мне очень сложно судить перспективы. Я лишь сужу с того уровня, на котором нахожусь и делаю то, что я могу сделать. Я люблю этот город, я живу в этом городе, я готов способствовать тому, чтобы в Одессе ни в коем случае не вспыхнула открытая война и противостояние. Вообще в Одессе появилось за последнее время достаточное количество различных открытых площадок, на которых удивительно. Мы раньше как-то были замкнуты в себе, в своей жизни, в своем мире, окруженные своими друзьями, и вдруг появились общественные площадки, на которые люди стали активно ходить, обсуждать, то есть они проявляют свою гражданскую позицию. Год назад можно было бы такое представить вообще у нас в стране и в нашем городе в частности. Откуда появилась вот эта открытость и, самое главное, тяга к общению? Это становится популярным. Я очень надеюсь, что это наберет некую моду, когда кухонные диалоги и разговоры выходят на уровень общественных площадок, где есть некие правила, где есть фасилитаторы и медиаторы, которые помогают двум сторонам прийти к некому компромиссу или даже win-win. То есть компромисс — это когда две стороны что-то теряют, делают уступки, а есть такой вариант, когда две стороны выигрывают. Я очень надеюсь, что диалоги в Одессе будут идти как раз по стратегии win-win, когда все стороны и в конечном итоге город только выиграют от этих диалогов. И в дальнейшем вот эти люди, эти активисты, которые представляют на этих открытых площадках, на круглых столах, они представляют различные общественные движения, они же потом, я так понимаю, уже расходятся, что называется, растекаются по нашему городу и несут вот эти мысли, вот эти знания, вот эти умения, они уже несут непосредственно... В хорошем смысле заражают. Общество тем, что не единственный метод тире война — это выход из ситуации, а есть метод диалог. Вот это и является идеей. Две минутки у нас до окончания эфира, будем подводить итоги. Мы упоминали такую организацию, как МЧС, вы с ними достаточно плотно сотрудничаете, и они, наверное, одни из первых из государственных структур, которые поняли, насколько им необходим ваш опыт, потому что такого опыта в их деятельности просто раньше не было, я так понимаю. Они очень, в частности, МЧС. Я благодарен сотрудникам МЧС, я благодарен психологам МЧС, которые работают на первой линии, которые дежурят на вокзале, которые... Да, действительно, герои. И те люди, которые не по телевизору видят события, не по телевизору отслеживают поток беженцев, не в интернете склонны заниматься критиканством, а работают во имя людей, они понимают необходимость этого. Они понимают все риски. Они смотрят в глаза опросы на этих людей. И похвально то, что они идут навстречу. Они идут навстречу и знаниям, и в своей работе. И я хотел бы поблагодарить в том числе и волонтеров, которые занимаются поддержкой и временных переселенцев, и бойцов, и делают все возможное для того, чтобы Одесса сохранила имидж толерантного, мирного города. И пользуясь случаем, если позволите, хочу поздравить всех одесситов и своих коллег, в частности, с наступающими праздниками. И дай бог, чтобы нам не пригодились на практике навыки кризисной психологии. Пусть лучше это лежит на полках, и мы будем лишь это изучать, но не применять. Этим позитивным пожеланием мы изучим наш эфир. Спасибо огромное, Александр, что нашли время прийти к нам в студию. И вам спасибо, что были с нами.